Люберецкая станция переливания крови после трагедии в концертном зале Крокус-Сити-Холла работала в экстренном режиме. Тему продолжит наш корреспондент. Люберецкая станция переливания крови начала работу в 8 утра. Перед забором крови доноров осматривает врач-трансфузиолог. Здесь принимают жители не только городского округа Люберцы, но и всего Подмосковья. За одну донацию крови забирается 450 миллилитров крови. Далее мы ее разделяем на компоненты. Человек должен быть здоровым, вес не менее 50 килограмм. Желательно, конечно, накануне кроводачи не кушать жирного, жареного, острого, не употреблять алкоголь. В день кроводачи обязателен легкий завтрак. После трагедии очередь желающих помочь пострадавшим выстроилась еще до открытия. А на станции приема донорской крови организовывали дополнительные рабочие места. Уже к полудню количество людей, сдавших кровь, превысило 100 человек. Знаю, что при таких событиях нужна кровь. У меня первая резус отрицательная, она такая, ну, как бы редкая. У меня дочь собиралась на этот концерт. То есть дочерью дочь в церковь послала свечку ставить. Она собиралась, не пошла, потому что не было билета, которого она хотела, чтобы поближе. А было очень далеко, ей очень нравится эта группа. И она сказала, нет, так далеко не пойду. У меня знакомые соседи оказались там. Они попали вот как раз в этот момент, они успели эвакуироваться и помогали пострадавшим эвакуироваться оттуда. Это наш долг, это трагедия для всей страны. Вы касается каждого. Каждый мог оказаться там на месте тех, кто пострадал. Кто-то оставил, я оставила дома двоих детей и пришла сюда. Люберецкая станция переливания крови работала до последнего желающего помочь. Прием доноров работники отделения завершили только в 12 ночи. Лишь за один день, 23 марта, пришли 220 человек. Собрано 99 литров крови. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.